Сколько двойников у Путина? Моё мнение, ни одного. Я уверен, что все разговоры о двойниках Путина не... В общем, несостоятельны. Я думаю, что у него нет двойников. Это невозможно. Как вы себе представляете? До такой степени овладеть всем нет. Я думаю, что Путин един во всех лицах. Вы знаете, у меня есть теория, что двойники действительно есть, что эти слухи родились не случайно, но они используются не так, как об этом рассказывает конспирология, значит, он выступает, что он ездит, а в целях безопасности он может просто отправлять внешне похожих на себя людей в разных транспортных средствах, на одном автомобиле, на другом автомобиле, на ещё где-то, чтобы якобы те, кто хотят его истребить и уничтожить, не знали, где он на самом деле находится, и где же настоящий тот самый бункерный злодец. Это бессмысленно. Я объясню, почему. Такой техникой, которая есть у наших западных друзей, да он как на ладони. Пацанчик как на ладони. Ну почему же он ещё дышит? Ну потому что нет такой традиции у западных стран убивать лидеров больших стран. Ну, можно же, как это красиво звучит украинскую мову, за почётку ваты. Ну, я бы был не против. Вы наверняка тоже. Но что-то же, наверное, сдерживает. Какие-то есть сдерживающие факторы. Но мы не представляем себе, чтобы Путина какая-то из стран, чтобы руководитель какой-либо из стран мог отдать приказ убить Путина. Я пока не представляю это себе. Дмитрий, были ли вы знакомы с Сергеем Доренко, ваше отношение к нему? Не был знаком с Сергеем Доренко вообще. Яркий, безусловно, журналист. Очень яркий, интересный внешне. Ну, деньги, деньги. Там свободы не было. Там кто платил, на того и работал. Я не могу уважать такого журналиста, потому что я не понимаю, как это. Вот мы сейчас с вами сидим, у меня свободно льётся речь. Я не думаю о том, что обо мне кто-то подумает. Я говорю то, что думаю. Искренне говорю. Оно, может, не всегда кому-то нравится. Ну, зато это же кайф, это свобода. И деньги не скачут. Так, тема, Дмитрий, которую я хочу с вами ещё обсудить, это вероятность новой волны эскалации военных действий. Война продолжается, мы это понимаем. Мы осознаем, что Путин ручки не поднимет и не побежит. Хотя хотелось бы, конечно. Готовит он нам новую кровавую волну. Об этом многие говорят. Как думаете, когда ожидать? С какого направления ожидать? И насколько полномасштабно это будет? Что это будет, по вашим ощущениям? Я рассуждаю логически. Я всегда люблю рассуждать логически. Сдаваться Путин не собирается? Ну, конечно же, нет. Он собирается побеждать? Конечно же, да. У него нет пути назад. Все пути обрезаны. Поэтому, как бы я думал на его месте? Знаете, Евгений Кириллович Марчук меня научил одной вещи. Он всегда говорил, я ему говорю, ну а этот что? Он говорит, что бы я делал на его месте? Первое. Говорил всегда Евгений Кириллович. Что бы я делал на его месте? Вот я сейчас скажу, что бы я делал на месте Путина? Это очень, кстати, правильная вещь, когда ты, пытаясь понять, что человек будет делать, попытаешься войти в его шкуру. Хочешь найти преступника, думай, как преступник. Совершенно правильно. Что бы я делал на месте Путина? Я бы рассуждал так. Значит, пути назад для меня нет. Понятно. Могу я уйти с украинской территории, из Крыма, из Донбасса, чего хочет весь мир? Ну, теоретически могу. Ну, как я это преподнесу России? Ну, я не представляю. Может, у него что-то есть в запасе, но я не представляю. Поэтому дальше я думаю так. Ну, хорошо, я ухожу, меня тут же скинут, свои же еще и убьют. То есть, мне не нравится такой ход событий. Развитие событий мне не нравится. Значит, ракет все меньше и меньше. Производим мы их не больше, чем можем произвести. В Иране покупаем, в Северной Корее покупаем, но это не безграничная лавочка. Проблема. Артиллерийские снаряды – проблема. Ну, хорошо. Чем я могу их удивить? Ядерное оружие. Ну, не дадут мне это сделать. Это понятно. Уничтожат тут же меня. Россию все уничтожат. Нет. Бактериологическое оружие, ну, из той же серии. Нет. Что я могу сделать? Ага. Я могу набрать как можно больше мобилизованных, для того, чтобы завалить украинцев мобилизованными. Мясом. Ну, это тоже проблема, думаю я дальше. Значит, чем больше людей я призову в армию, тем больше людей я оторву от народного хозяйства. То есть, это проблема в экономике. Мало того, мне надо их одеть, обуть, накормить мобиков. Мне надо их вооружить. Это все проблемы, проблемы, проблемы. Они же не случайно, они придумали гениальный ход с зэками. Ну, я считаю, это блестящая история. Во-первых, разгрузили российские тюрьмы. Во-вторых, отправили самых отчаянных на убой. У нас погибали лучшие наши ребята. А там зэки погибали. Прекрасная заготовка. Перед этим они бросали нацменьшинство. Дагестанцев, якутов, чеченцев. Нам тоже не жалко, что мусульман мы жалеть не будем. Это же русские фашисты. Они же рассуждают чисто фашисты. Теперь они будут бросать русских. Ну, они из глубинки в основном бросали. Ну, теперь придется и Москва, и Питер. Ну, вот будут пытаться балансировать. Вот, что бы я делал. Балансировал бы так, чтобы и массой, и количеством взять. И не навредить экономике. И попробовать вооружить. Вот самая главная задача. Удивить количеством солдат мобилизованных. Вот, что он будет делать. Будет ли он наступать? Конечно, будет. Ну, конечно, будет. Что ему? Украина перестала быть нужна? Нет. Что ему? Киев не нужен? Нужен. Ему нужна вся Украина. И Львов ему нужен. И Ужгород. Ему нужно все. Ну, Ужгород может Орбану подарить. Тот верный такой. Вот, поэтому нам надо готовиться. Нам надо ждать нападения отовсюду. Готовиться, готовиться неустанно. Но, конечно, здесь большая задача наша получить необходимое оружие на Западе. Самое главное сейчас получить оружие, обучить наших ребят пользоваться этим оружием. Ну, еще несколько вопросов от зрителей. Как давно вы общались с Александром Розенбаумом? Что думаете о его позиции? Я подробно отвечал на этот вопрос уже. Есть ролик даже в Ютубе Гордона Розенбауме. Этот ролик набрал больше миллиона с лишним просмотров. Поэтому, чтобы мы даже не теряли драгоценное время, отсылаю всех к этому ролику, если вас интересует. Там очень полно и точно я все ответил. Так, ну и давайте проанонсируем. Точнее, не проанонсируем. Вы не любите анонсировать, что у вас выйдет. Я вам скажу, выйдет очень серьезно. Значит, у меня завтра на канале в гостях у Гордона выйдет резонанснейшее интервью. С одним из лидеров путинской России. Действующим? С одним из самых главных лидеров путинской России. И все, я больше ничего говорить не буду. Завтра в 18.00 на канале в гостях у Гордона. И в среду, в среду у меня на канале в гостях у Гордона в 18.00 выйдет интервью с одним из президентов Украины. Тоже фамилию называть не буду. Пусть это будет сюрпризом. Субтитры создавал DimaTorzok